На дворе пора отпусков. Но это не значит, что разработчики World of Tanks расслабились. Наоборот, обновление 1.1 уже на общем тесте. Можно попробовать много нового. Для любителей потяжелее — польская ветка танков. Для перфекционистов — балансные правки на картах. Для эстетов — обновлённая промзона и две абсолютно новые локации. И, конечно же, долгожданный второй сезон личных боевых задач. Встречайте польские танки на общем тесте. С 1 по 4 уровни — лёгкие танки. Классические машины. В меру быстрые, но не особо бронированные. Зато сразу проявляется атрибут всей ветки — повышенный разовый урон. На пятом уровне — средний танк 25 ТП «Ксус-2». По геймплею похож на Т-28, только разовый урон выше. Средний показатель для одноклассников — 115 единиц. У поляка же — 140. На шестом и седьмом уровнях — два брата. У 40 ТП «Хабиха» — амбиции тяжа, но по документам это средний танк с бронёй. У 45 ТП «Хабиха» — всё наоборот. Это легко бронированный тяж. У обоих разовый урон традиционно высокий. На восьмом уровне — 53 ТП «Марковского». Тяжёлый танк без комплексов младших родственников. С хорошей бронёй, комфортными углами вертикальной наводки и высоким разовым уроном. Девятка — возмужавшая «восьмёрка». У 50 ТП «Тышкевича» крепкая башня с хорошим орудием. УВН — минус восемь градусов, альфа — пятьсот шестьдесят единиц. Машина плавно подводит к топу ветки. Венец польского танкостроения — 60 ТП «Ливандовского». Что-то среднее между ИС-4 и Е-100. От советского тяжа достались размеры, мобильность и способность держать удар. От немца — альфа в семьсот пятьдесят единиц. Но есть и своя особенность — УВН — минус восемь градусов. Поляк хорош на любой позиции. Не растеряется ни в городе, ни среди холмов. За многофункциональность пришлось расплачиваться динамикой. Стоит опасаться артиллерии, а также средних и лёгких танков. Могут закрутить. Изучайте ветку, тестируйте и делитесь своими впечатлениями от польских танков. Польскую ветку дополнит карта Студзянкин. Она вдохновлена танковым сражением в районе одноимённой деревни. Локация отличается от реальной местности. Это сделано специально, чтобы играть было максимально интересно. Студзянки можно условно поделить на три зоны — деревня, поля и кирпичный завод. Полуразрушенные заводские ангары — вотчина тяжёлых танков. Там легко играть от брони и прятаться от артиллерии. Центральная часть карты отдана на откуп ЛТ и быстрым СТ. Много мест, где можно играть от маскировки. В районе деревни бои одинаково комфортны на любом виде техники. Внесены балансные правки на картах Штиль, Рудники и Линия Зигфрида. Существенно поменялась провинция. На основании статистики и ваших отзывов мы уменьшили уровень боёв. Теперь он с четвёртого по седьмой. Подробности об изменениях баланса провинции и других карт читайте на портале. Промзона снова в игре, теперь в HD-качестве. Она выросла в размерах, изменилась внешне и геймплейно, особенно в районе зелёнки. Появилось больше вариативности, а играть на всех классах техники стало комфортнее. В обновлении 1.1 игроки смогут познакомиться с родиной World of Tanks — Минском. Наконец, этот город найдёт своё отражение в игре. Карта воспроизводит участок центрального района Минска 70-х годов. В угоду геймплею многие детали изменены, но город угадывается с первых секунд. Плотная городская застройка удобна для медленной и бронированной техники. В центральной зоне с парком и набережной есть где разгуляться ЛТ. Кварталы за цирком — идеальное место для прорыва в тыл средних танков. Локация получилась большой и разнообразной. С обновлением 1.1 стартует новый сезон личных боевых задач. Вторая кампания состоит из трёх операций. На общем тесте доступны первые две. Причём вторая будет разблокирована через несколько дней после первой. Чтобы в неё попасть, тестерам начислят бланки приказов. С выходом обновления операции также будут открываться последовательно, с промежутком в несколько недель. В новых ЛБЗ, как и прежде, задачи разбиты на группы. Но не по классу техники, а по нациям. Содружеств 4 — Союз, Блок, Альянс и Коалиция. Выполнять задачи можно только на соответствующей технике. Другая новинка — в каждой операции свои условия выполнения задач. В первой — прогресс накапливается. Достигнуть цели можно за любое количество боёв. Задачи второй операции должны быть выполнены за один бой, а условия третьей операции привязаны к серии сражений. Прогресс задач второго сезона ЛБЗ отображается в бою. На общем тесте интерфейс не финальный. Мы хотим протестировать функциональность и найти ошибки. Работа ещё ведётся, поэтому некоторые элементы могут быть недоступны. Задачи новой компании непростые, но это стоит того. Ведь главная награда — три уникальных танка. Британская ПТ шестого уровня «Экскалибур» выдается за первую операцию. Средний танк восьмого уровня «Химера» — за вторую. И в финале — устрашающий Объект 279Р — тяжёлый танк десятого уровня с четырьмя гусеницами. Танк можно получить только в ЛБЗ 2.0. Увидите этих парней в бою — собирайте гусли в руки. Эти бойцы действительно крутые. Они заслужили свою награду. На этом всё. Удачи на полях сражений!